Кайтсерфинг это, на мой взгляд, один из самых красивых видов спорта, потому что присутствует море, ветер, кайт, довольно пестрые расцветки и со стороны выглядит очень красиво. Потом, кайтсерфинг это огромное разнообразие и ощущений, и трюков, безграничность развития. Это трехмерный спорт. Вы можете ехать вправо, влево, вниз по ветру, вверх по ветру. А также вы можете прыгать. Прыжки опытного, скажем, райдера достигают 10, может быть, даже бывает и 15 метров. Помимо того, что если вы даже устали прыгать, вы можете кататься, и это тоже большое удовольствие. Это, своего рода, медитация, трамвай по огромным просторам, находясь только наедине с собой и с ветром. Освоение спорта – очень несложный процесс. То есть могут учиться дети, могут учиться и люди в возрасте. То есть у меня вот недавно был ученик в возрасте 60 лет, который приехал с внуком, возраст которого был 10 лет. Оба они научились и отлично катаются, проводят время. Внук с дедушкой. Примерные этапы обучения таковы. Все начинается с вопросов знакомства с ветром. Первые этапы безопасности. То есть как обращаться с оборудованием, что нужно сделать, чтобы не травмироваться. И не травмировать окружающихся. Далее вы учитесь пилотировать кайт, делать небольшие восьмерочки, фиксировать его в краю ветрового окна. Далее переходите к боди-драгам. Боди-драг – это движение с кайтом без доски при помощи тела. Далее, соответственно, вы уже продвинутый ученик, и вам уже доверяют доску. И начинается для многих тяжелый процесс, наверное, самый тяжелый из всего обучения – это вставание на доску. Потому что вам нужно скоординировать тело, поставить правильно кайт и направить в нужное направление доску. И когда все эти факторы складываются в едины, вы едете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова